Продолжение следует... 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 Второй момент, насколько быстро это делается. То есть каждый день принимаются по 2-3 президентских указа, то есть развернута работа по всем направлениям. И, наверное, третий очень существенный момент – это степень критики, которую он подвергается внутри страны. То есть средства массовой информации, оппозиционные политики, всевозможные правозащитные и либеральные организации подвергают избранного нового президента США яростным нападкам. В общем-то, отказавшись от традиции в течение хотя бы первых 100 дней сдерживать критику, дать президенту возможность, по крайней мере, начать реализовывать свою политику, подождать первых результатов и только потом подвергать критике. Нет, все началось с первых минут его вступления в должность и, в общем-то, никогда не прекращалось. То есть такое чувство, что выборов не было, что кампания продолжается. Ну а какие-то последствия из этого будут? То, что так обострены и отношения внутри страны самой? Последствия, безусловно, будут. Но какие, пока трудно сказать. Потому что понятно, что поляризация очень сильная в обществе. То есть одна часть общества отказывается признавать результаты выборов, говорит, что все это плохо, мы будем протестовать, нам этот президент не нужен, он не наш президент. Некоторые даже говорят, что он нелегитимный. Но я думаю, что и сторонники Трампа, и сам Трамп тоже ведут себя достаточно агрессивно в ответ и не собираются отступать ни на шаг. То есть вот этот момент, вот этого внутреннего конфликта, он очень хорошо заметен. У нас в гостях был политолог и обозреватель портала РУС и РРЮ. Андрей Крашевский. Благодарим вас.